Навигатор Игрового Мира Тотал Вор во вселенной Warhammer Fantasy Battles обещает стать необычайно богатой на ранее незадействованные фракции и героев. Долгожданный Кислиф и совершенно неожиданные боги хаоса, вполне вероятные огры и маловероятные хоб-гоблины. Ну и, конечно, Катай. Великий Катай всегда прятался где-то за кулисами. В настольной версии у него не было ни армии, ни героев, ни подробного лора. Так что проекцию Китая на мир фэнтезийной вахи пришлось создавать практически с нуля. Это первый случай за всю долгую историю вселенной, когда существенная часть мира становится доступна компьютерным игрокам раньше, чем настольщикам. На момент анонса никаких сведений о великом Катай не было раскрыто. Что только подогревает наш интерес. Релиз обещан в конце этого года, но точная дата еще не назначена. Новая игра студии Amplitude, автора в серии Endless Space, очень похожа на цивилизацию. А если говорить точнее, то на ранние ее части. Не секрет, что значительная часть олдскульных фанатов Цивы оказалась недовольна тем, куда свернула мать всех стратегий, начиная с пятой части. По их мнению, Фераксис слишком увлеклась упрощениями и утратила целостное общее видение, закопавшись в деталях. Надо признать, что определенная почва под этими претензиями имеется. Собственно, этим и собираются воспользоваться авторы Humankind, возвратив идеологии, религии и дипломатии прежний вес и переработав всю систему научного прогресса. Кроме того, у французов получается оригинальная и весьма любопытная боевка. Релиз назначен на 22 апреля, так что совсем скоро мы узнаем, удалось ли разработчикам добиться своей цели. Age of Empires — это одна из икон стратегического жанра, поэтому место в любых топах к продолжению этой серии зарезервировано просто по праву рождения. Скажем сразу, версия о том, что четвертая часть выйдет в 2021-м, чисто гипотетическая. Никакой конкретной информации о дате релиза пока не поступало, но с другой стороны, с момента анонса прошло уже три с половиной года. Сколько можно тянуть? Отвечает за Age of Empires 4 студия Relic. Люди, они опытные и поэтому вдумчивые. Каков уровень ожиданий у фанатов, понимают отчетливо. Что бывает, когда эти ожидания не оправдываются, знают на собственном опыте. Из редких утечек известно, что упор в четвертой части будет сделан на различиях наций и сглаживание кривой обучения. Что ж, посмотрим. Надеемся, что в этом году. Первая часть Knights of Honor вышла под патронажем Paradox и тяготелок Европе Universalis. Теперь же, 15 с лишним лет спустя, в роли повивальной бабки выступает THQ Nordic, а сам сиквел уже больше напоминает серию Total War. И это хорошо. Во-первых, ориентир взят высокий, что часто благотворно сказывается на конечном результате. Во-вторых, жанру гранд-стратегий давно необходима игра, рекрутирующая новых фанатов. Knights of Honor 2 для этого подходит идеально. Тут есть все необходимые базовые механики, а также достаточный масштаб военных действий. И в то же время отсутствуют сложные для понимания новичками материи, вроде отношений между персонажами или перегруженной узкоспециализированными юнитами ростер. А если учесть то, что в «Рыцарях чести 2» максимальный размер армии растет вместе с рангом генерала, то и обучение тактическим нюансам тоже будет происходить плавно. Если разработчики правильно рассчитают свои силы и не будут пытаться превзойти Total War по всем параметрам, то перспективы у игры вырисовываются вполне радужные. Эта игра попала в нашу подборку во многом благодаря сеттингу. Ведь именно «Звездный десант» и «Пол Верховен» превратили инсектофобию из психиатрического диагноза в культурный феномен. Кроме того, после мучительной смерти Command & Conquer в безжалостных жвалах Electronic Arts фанаты реалтаймовых стратегий порядком осиротели. Судя по имеющимся материалам, тиран команд находится в высокой стадии готовности, и обещание выпустить ее в текущем году вполне выполнимо. Что же касается геймплея, то получается у разработчиков классическая РТС, требующая плотного и очень аккуратного юнит-контроля, без строительства баса и тренировки юнитов, зато с хорошо заскриптованными миссиями и динамической компанией. Такие уж теперь парадоксальные времена, что разработкой Homeworld 3 занимается Gearbox, в то время как родоначальники этой серии пытаются воскресить Age of Empires. В такое время может случиться что угодно. Например, может появиться клон Homeworld, более перспективный, чем официальное продолжение. При этом Stellar Warfare не вполне дословно копирует оригинал. В нем нет сюжетной кампании, зато имеется развитый мультиплеер. Однако самым значимым отличием игры от Homeworld является возможность самостоятельно проектировать боевые единицы. В теории это дает бесконечные вариации асимметричных тактик. Почему в теории? Потому что чертежи новых корпусов, узлов и вооружения космических кораблей будут случайным образом выпадать из подбитых противников. Их потом еще надо суметь подобрать и дотащить до базы. Ну а самое удивительное в этой истории то, что разрабатывает игру всего один человек. Некогда цветущая ветвь стратегического древа под названием «Симуляторы Бога» ныне порядком засохла. С тех пор, как родоначальник Год Симов Питер Мулинье забросил геймдизайн, дела идут совсем кисло. Если наиболее значительной игрой в жанре становятся симсы, значит вы достигли дна, ниже опускаться некуда. Впрочем, примерно год назад у фанатов появилась надежда. Имя ей Ancient Cities. Разрабатывает проект студия, название которой переводится как «Неказуальные игры». По нынешним временам это не только декларация о намерениях, но и определенный общественный вызов. Сами же авторы заявляют о желании создать хардкорную выживалку на стыке градостроительного симулятора и Год Сима, да еще и с погружением в реальную историю и географию. Ancient Cities уже доступна в раннем доступе Стима и пока производит впечатление еще очень сырого продукта, зато с огромными амбициями. Надеемся, они будут реализованы. Многие, наверное, задаются вопросом, с какой стати Kings Bounty 2 попала в стратегический топ? Ведь это же РПГ. В том-то и дело, что если оставить в стороне ролевые элементы, то надо признать, что тактической стратегии она обещает быть весьма перспективной. Оторвавшись от сказочного сеттинга, Kings Bounty 2 пустилась в плавание по волнам псевдоисторического темного фэнтези. При этом нововведения в боевой части уже обещают значительно увеличить ее вес и сделать схватки гарантированно интересными. Модификаторы урона и защиты от свойств местности, честная линия обзора, прокачка юнитов, уменьшение численности стэков до тактических величин — все эти элементы заранее можно зачесть в плюс, еще не видя самой игры. Выйти она должна в конце лета, и, судя по всему, это уже и в самом деле финальная дата. Родившись как типичная игра мечты, Xenonauts прошла долгий путь от гаражного ремейка XCOM'а до вполне самостоятельной игры, идущей вразрез с курсом Firaxis на упрощение тактической части и развитие ролевых элементов. Тем не менее, творение студии Gold Hawk Interactive получилось чересчур похожим на старые игры из серии XCOM, поэтому теперь главной задачей сиквела является обретение собственного лица. Прохождение коротенькой демки показало, что работы там еще немало, но при этом разработчики уже доказали, что умеют идти к цели настойчиво и последовательно. Так что перспективы у Xenonauts 2 вполне светлые. Games Workshop начала разрабатывать сеттинг эры Сигмара, когда матерные письма фанатов, возмущенных уничтожением вселенной Warhammer Fantasy Battles, стало некуда складывать. Чтоб хоть как-то очистить порядком замызганную карму, был выдуман фэнтезийный постапокалипсис с восемью мирами, населенными слегка мутировавшими расами классической вахи. В каждом из миров правит либо один из бывших богов хаоса, либо какой-нибудь обожествившийся герой. Stormground — первое компьютерное воплощение новоиспеченной вахи, и этим-то оно в первую очередь интересно. Судя по трейлеру и доступным скриншотам, играть придется за Сигмаритов — своеобразный аналог космодесанта из Сорокатысячника. Обещают пошаговые бои, нелинейную одиночную кампанию и дуэльный PvP. Разработкой занимается безвестная студия Gasket Games. Ходят слухи, что в ней собраны люди, работавшие над сорокатысячной Даун оф Вор. Ключевой вопрос тут — над какой именно частью? От этого во многом будет зависеть перспективность Stormground. И на этом на сегодня всё. Напишите в комментариях, какие стратегии будущего ждёте вы. Не забывайте про лайк, подписку и колокольчик. Увидимся в следующем ролике. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!